Дом культуры «Юность» провел на платформе Zoom открытую встречу в рамках проекта «Онлайн ДК». Такие конференции планируется теперь проводить каждый месяц. 30 октября 2020 года в сельском доме культуры «Юность» в деревне Березняки прошла открытая встреча в рамках проекта «Онлайн ДК» в формате онлайн-конференции. Мероприятие провела заслуженный работник культуры Московской области, директор Дома культуры Татьяна Петровна Горячева. К встрече присоединились сотрудники администрации Сергеева Посадского городского округа и приглашенные гости – поэты, композиторы, авторы-исполнители, сотрудники других культурно-досуговых учреждений. Приветствовала участников начальник отдела культуры Сергеева Посадского городского округа Ирина Сергеевна Сельменева. Я хочу поблагодарить всех, кто нашел сегодня время подключиться к нашей беседе, а всех, кто поддерживает замечательный проект, который нам предложило Министерство культуры Московской области. И, конечно, хотела бы поблагодарить всех, кто реализовывает этот проект. Это и наши Дома культуры, и Дом культуры «Юность», который является главным организатором, координатором этой работы. И я думаю, что проект, в общем-то, работает всего в течение месяца, но нашел уже много откликов, нашел как бы много людей заинтересованных. И мне нравится та динамика работы, с которой, в принципе, сейчас все работают, все Дома культуры. Очень много этих мастер-классов и музыкальных занятий, поэтому я думаю, что надо продолжать в том же ритме. И для людей, у которых в нашем округе нет доступа к Домам культуры, не каждый может приехать, не каждый может их посетить. Есть уникальная возможность заниматься именно в формате онлайн. На встрече презентовали литературный кружок «Школа сказкописания», который ведет заслуженный работник культуры Российской Федерации Павел Александрович Каликин. Руководитель кружка рассказал о формате работы и взаимодействии с театральными и вокальными коллективами. По своему формату «Школа сказкописания» это уже онлайн-проект, потому что творчество происходит непосредственно. Нету домашних заготовок у меня, когда я иду на задание, и практически нету домашних заготовок у детей, когда они приходят на занятия кружка. Мы сочиняем сказку здесь и сейчас. Поэтому, в принципе, этот проект, он приемлем и к работе в онлайн-ДК. Да. Ну, принцип принципом, но несколько проведенных занятий, вот, они показали, что надо что-то, ну, так сказать, адаптироваться к этой форме работы. Хотя, в принципе, занятия проводятся. Бывает человек 10-12, бывает 4 человека. Ну, так вот, в среднем, да, это где-то 6 человек, вот, костяк, которые почти всегда присутствуют на занятиях. Вот, в прошлый год, по тем сказкам, которые сочинили дети, мы вот такую вот книжку издали в Доме культуры. Она, сказки написаны детьми, и весь иллюстративный материал, вот, эта книжка хорошая, цветная, но как положено в сказке. Весь иллюстративный материал, он тоже, если получится, да, сейчас получится. Вот, вы можете посмотреть обложку этой книжки. Видно, ага. Видно вам? Ага. Да. Вот, значит, затем мы перешли к тому, что сделали из этих сказок диафильмы вот такие вот. Одновременно другие коллективы, там, скажем, драматические наши коллективы и вокальные, по этим же сказкам, которые дети сочинили, сделали аудио. Записали сказку на аудио, да? Рассказала о занятиях по декоративно-прикладному творчеству и суставной гимнастике, а также отметила удобство дистанционных занятий. Мне кажется, это невероятно интересно, то, что сейчас внедрили этот проект. Мне нравится то, что можно заниматься как раз-таки из дома. В том числе хочу как бы сказать спасибо, то, что теперь мастер-классы проводятся не только, допустим, для детей, а существует как бы некий такой баланс. То есть некоторые занятия проводятся там для взрослых, где можно изготовить какие-то интересные поделки. Это вот если про декоративно-прикладное творчество сказать, там, что-то для интерьера. Еще очень удобно то, что это все можно сделать из дома, когда заранее говорят, что нужно приготовить. Также мне нравятся занятия как по гимнастике проходят тоже дома, такая разминка. Сейчас многие работают из дома, в том числе и я. Мне как бы удобно среди, допустим, рабочего дня в перерыве там заняться какой-то гимнастикой. И также очень радует, что преподаватели очень отзывчивые и всегда можно дать обратную связь по мастер-классам. Начиная с 14 сентября проведено 28 таких занятий, в которых приняли участие более 300 человек. На прошедшей конференции были подведены итоги работы проекта за полтора месяца. Обозначены планы на будущее и возможности дальнейшего развития. Следить за работой проекта можно на интернет-ресурсах и в социальных сетях. В группе онлайн ДК в WhatsApp, канал онлайн ДК в Telegram, группа SDK Юность в ВКонтакте, профиль SDK Юность в Instagram.